В 1988 году Тельман Исмаилов создал фирму под названием «Коммерческая благотворительная фирма», которая существовала за счет продажи различных товаров, включая повседневную одежду. Этому кооперативу была уготована участь стать первым звеном в цепочке будущей знаменитой группы фирм АСТ, получившей название от сокращения имен бизнесмена и его сыновей Аликпер, Сархан, Тельман. Со временем круг финансовых интересов Тельмана Исмаилова расширялся. Он занялся гостиничным и ресторанным бизнесом, строительством, производством ювелирных изделий, открыл охранное предприятие и частное городское такси. Компании Исмаилова принадлежал столичный ресторан «Прага-на-Арбате», «Универмаг Ваенторг», а также знаменитый оптовый черкизовский рынок. Как раз «Черкизон», как его называли в народе, и стал основным капиталом бизнесмена, потери которого сильно пошатнуло его доходы. Примечательно, что, после того как бизнесмен лишился черкизовского рынка, он попытался выкупить самое выгодное аналогичное предприятие Украины, рынок «Седьмой километр» под Одессой, куда специально съезжаются закупаться предприниматели не только со всей страны, но и из Молдовы и Беларуси. Но одновременно с Исмаиловым на этот рынок положил глаз Виктор Янукович, на тот момент бывший президентом, и организация перешла в руки его представителей. Сам же Тельман Морданович решил переждать кризис в Турции. Он открыл в Анталии гостиницу «Мордан Пелес», названную в честь отца бизнесмена, которому в день открытия отеля исполнилось бы ровно сто лет. Между прочим, немецкая газета «Садюцца Зайтон» назвала «Мордан Палас» самым дорогим отелем континента, так как на его постройку ушло не менее миллиарда долларов. Открытие «Мордан Пелес» было поистине феерическим. Звездных гостей было не счесть. На торжество приехали Шерон Стоун, Ричард Гир, Мэрая Кэрри и другие. Посетил праздник и Юрий Лужков со своей супругой Еленой Батуриной. Ведущим вечера был Иван Ургант. Когда предприятие было запущено в работу, бизнесмен попросил у Турции дать ему второе гражданство, и эта просьба была удовлетворена. Однако в ноябре 2015 года общественности стало известно, что владение отелем «Мордан Пелес» перешло турецкому банку «Халкбанк» посредством продажи на аукционе, так как у российского предпринимателя оказалось немало долгов перед турецкими компаниями. В 2015 году арбитражным судом Московской области «Исмаилов» официально был признан банкротом, а акционерами основанной им группы АСТ стали его сыновья. В марте 2016 года решение суда о банкротстве бизнесмена отменили. Но уже в августе того же года суд вновь возобновил процедуру признания экс-владельца Черкизона банкротом. В январе 2017 года сумма его долгов достигала 31 миллиард рублей, в феврале арбитражный суд включил в реестр требований кредиторов еще 8,9 миллиарда рублей, а в марте 2017 года постановил начать продажу его собственности с торгов. В мае 2018 года с молотка ушел торговый центр на Измаиловском шоссе, который также принадлежал холдингу АСТ, в том же году фигурант уголовного дела Исмаилова Мехман Керимов был приговорен к 13 годам заключения. По данным следствия, Тельман был предполагаемым организатором этого преступления, тогда как Керимов был исполнителем. Когда это стало известно, бывшего владельца Черкизона объявили в международный розыск. В 2006 году Черкизовский рынок был крупнейшим центром мелкооптовой торговли по финансовому обороту. Сам Тельман Исмаилов в 2007 году был 76-м в списке Форбс. Его состояние насчитывало 260 миллионов долларов. В 2015 году он был включен в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Форбс с состоянием в 600 миллионов долларов, до того как был признан банкротом. В личной жизни Тельмана Исмаилова все стабильно. Он давно женат и вырастил двух сыновей, Сархана и Олекпера, которые сменили его в бизнесе. Супруга знаменитости всегда предпочитала держаться в тени мужа, хотя фото Исмаилова с ней в сети не редкость. Общественности известные братья предпринимателя. Фазиль Исмаилов был префектом Северного административного округа Москвы. Арафик Исмаилов получил печальную славу, будучи осужденным за убийство и торговлю оружием. Тельман Исмаилов был известен как щедрый человек. Все его окружение привыкло получать подарки. Также мужчина не обделял подобным вниманием и своих звездных гостей. Например, певцу Николаю Баскову он подарил виллу в Турции, актрисе Шерон Стоун, бриллиантовое колье, телеведущему и психологу Ильхому Мирзаеву, золотой Коран, а певцу Тому Джонсу, платиновые часы. Тельман Марданович дважды пытался стать соучредителем футбольного клуба. В 2010 году он стал вице-президентом команды Рамзана Кадырова Терек из Грозного, но занялся клубом только через три года, организовав товарищеский матч с израильским бейтаром из Иерусалима, в ходе которого были оформлены два выгодных перехода футболистов. Тогда же Тельман собирался приобрести израильскую команду в собственность, но болельщики сорвали эту сделку, после чего бизнесмен потерял интерес к футболу. В конце октября 2021 года, после ареста бизнесмена, невестка Исмаилова Екатерина Романова в очередной раз стала гостей программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где рассказала о взаимоотношениях в семье. После восьми лет жизни с сыном Тельмана Сарханом женщина с детьми Русланой и Давидом оказалась фактически выброшенной на улицу, после чего стала регулярно появляться в различных ток-шоу, посвященных бывшему родственнику. Известные персоны привлекают к себе внимание разного рода, имя Исмаилова не раз звучало в связи со скандалами. Когда Моника Белуччи развелась с Венсеном Касселем, прессу захватили слухи, что жена артиста и признанная в мире красавица ушла к азербайджанскому предпринимателю. Однако пресек поток информации сын Исмаилова Сархан, отметив в интервью, что новость лишь заставила всю его семью, в том числе и отца, посмеяться. Тельман Морданович сделал один из щедрых даров золотому голосу России Николаю Баскову. Подарком стала вилла, расположенная на территории Мордан-Пелес. Помещение было передано в пожизненное пользование певца. Однако когда владелец отеля сменился, право Баскова на апартаменты было аннулировано. Прогремел инцидент, в котором фигурировали имена Исмаилова и Авраама Руссо. Исполнитель обвинил бизнесмена в том, что тот был причастен к его избиению в 2004 году. По словам певца, без участия предпринимателя не обошлось и покушение на убийство Руссо в 2006 году, когда в него попали три пули.